Можно недолюбливать пауков или страдать арахнофобией, но этот чарующий танец австралийского паука-павлина не оставит вас равнодушным. Самцов павлиньего паука, несмотря на крошечный размер, можно узнать по яркой переливающей окраске, в которой преобладают красный, зеленый и голубой оттенки. Голова, грудь и ноги павлиньего паука обычно темно-коричневые или черные с красными полосами. Верхняя часть живота зеленоватого оттенка, полосы на ней ярко-красные и голубые. Самки и неполовозрелые особи обоих полов – существа унылого коричнево-серого цвета. Взрослые особи павлиньего паука достигают в длину не более 4-5 мм. Представителей Маратус Воланс можно встретить в австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. У самцов павлиньего паука по бокам живота имеются два округлых щитка, которые подобны складкам кожи и в сложенном состоянии тесно прижаты к телу. Все представители семейства пауков-скакунов обладают прекрасным зрением и способны заметить добычу на расстоянии 20 см. Между тем, яркая окраска павлиньего паука служит вполне определенным целям. Почему этот паук получил свое название становится понятным в брачный период. Завидев самку, самец павлиньего паука поднимает живот вертикально вверх, расправляет щитки и гордо демонстрирует их, словно павлиний хвост. Для пущего эффекта он приподнимает и третью пару ног с черными щитинками и ярко-белыми концами. Затем самец исполняет перед самкой страстный, завораживающий танец, вибрируя поднятыми вверх ногами и животом. И в конце концов этот танец ухаживания имеет успех. После спаривания самец переключается на других самок, красуясь и исполняя перед ними все тот же танец. Официальное латинское наименование павлиньего паука несколько раз менялось. Вначале он был назван «Аттус воланс», затем «Сайтис воланс», а не так давно был переименован в «Маратус воланс». Более ста лет назад австралийские пауки были впервые исследованы и названы европейскими учеными-арахнологами. Позднее, в результате более глубокого изучения, было выявлено, что некоторые пауки Австралии кардинально отличаются от своих европейских сородичей. Поэтому названия нескольких видов были изменены. «Маратус воланс» получил несколько общеупотребительных имен. «Летающий паук», «Планирующий паук» или «Павлиний паук». И хотя слово «воланс» от латинского «крылатый» предполагает, что павлиний паук способен летать, на самом деле не было замечено, чтобы он когда-либо воспользовался брюшными щитками ради увеличения расстояния своих прыжков. Это приспособление ему необходимо исключительно в период ухаживания, чтобы красоваться перед самками словно настоящий павлин. На этом все. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии.